Всем доброе утро! Итак, у нас Н-ый день наличия аллергической реакции на лице. В прошлом ролике я вам показала один вариант таких реанимационных мероприятий, которые пришлось мне делать. Ну, собственно, понятное дело, что так быстро аллергия с лица не сходит. Вот, и сегодня я вам покажу еще один вариант таких реанимационных восстановительных мероприятий, ну, которые тоже с антивозрастным эффектом. Вот, честно скажу, в реалиях, конечно, экспериментировать день-то, день-сё или день-ночь менять не рекомендуется. То есть, если вы выбрали что-то одно, то придерживайтесь того, что вы выбрали. Но я вам просто напросто раз такая ситуация показываю, как работают наши косметические средства, да, и, в принципе, какой вариант можно выбрать. Итак, вот я проснулась, кожа очень пересушена, кожа красного цвета, ну, то есть она воспаленная, она раздраженная. Отечности, слава богу, такой, как было в предыдущие дни, нет, но, тем не менее, вот эти неприятные проявления на лице, они сохранятся. Поэтому я немножечко меняю тактику. Во-первых, я для умывания возьму гель из коллекции, вот, деликатный гель из коллекции Матри Женик. Вы уж простите то, что он мне так может быть неприглядного, нетоварного, нет, но это лично мой гель, которым я пользуюсь каждый день. Почему именно сегодня гель, а не пенка? Потому что этот гель очень щадящий, да, в нем есть там разработка Матри Женик G14 для активации генов красоты, но это не суть важно, потому что мы этим гелем чисто воспользуемся как средством для умывания в данном случае, не для демокияжа, а для умывания. Вот, но мне этот гель нравится чем? Тем, что он мягкий, щадящий, он упирает те загрязнения, которые выделила наша кожа, при этом радикально не меняет паш кожи и восстанавливает уже после умывания даже вот эту защитную оболочку гидролепидную мантию. Это очень важно, если вот кожа в таком состоянии, как сейчас у меня, это один момент. Напомню, что умываться рекомендуется при таких вот явлениях на коже водой достаточно мягкой. Ну, у меня хлорированный, кстати, гель будет нивелировать действия хлора. В температурном режиме эта вода комнатной температуры может быть чуть прохладнее к концу, потому что нужно снять вот это вот покраснение, но вчера оно горело, сегодня не так. Это один момент, второй момент, потом я промокну лицо с полотенчиком, как я показывала в первом случае, протру лицо тоником, то есть я все это дело показывать не буду, чтобы время сэкономить. И мы с вами вот встретимся после того, как я проведу процедуру очищения кожи. То есть, смотрите, даже вот в таком состоянии, казалось бы, я спала, но кожа выделяет, выделяет все равно орган выделительный, поэтому ее нужно очень мягко и деликатно очистить. Ну, а дальше мы встретимся с вами уже после того, как я умываюсь, я расскажу наши дальнейшие действия. Ну, вот я умылась, нужно, в принципе, протереть свое лицо до чистого ватного диска, то есть убедиться, что у вас нет остатков, но это если вечер макияжа, никакой грязи, обязательно протирайте и лицо, и шею. Я этим же тоником протираю область вокруг глаз, потому что наношу кремсик на подготовленную кожу. И теперь мы, собственно говоря, тоник впитывается, его не нужно смывать, в отличие от геля или пенки. И теперь я приступаю к уходу, да, вот к таким уходным процедурам, которые помимо того, что, знаете, увлажняют прекрасно кожу и так далее и тому подобное, но в данном случае мне нужно, чтобы они, точнее вот этот вот уход, он убрал покраснение, раздражение, шелушение, при этом сгладил аллергическую реакцию, не говорю, что сейчас в данный момент прям запросто можно от нее избавиться, нет, к сожалению, нет. Но, по крайней мере, подлечил мою кожу на данный момент и обязательно увлажнил кожу, то есть такой ситуации, очень чувствительно, аллергическая кожа, кожа с куспирозом, нужно делать акцент на увлажнение и обязательно восстановил защитную гидролипидную мантию, потому что аллергические реакции очень часто связаны с тем, что нарушается защитная функция кожи, нарушена защитная оболочка гидролипидной мантии и аллергены попадают в губ коже. Вот видите, собственно говоря, если бы у меня была, допустим, пищевая аллергия, то раздражение могло быть по всему телу, но у меня, поскольку я тестировала новое косметическое средство, неудачно, без аллергопроб и все осталось на лице. В общем-то, чем сейчас я расплачиваюсь. Итак, наношу крем для области вокруг глаз. Это мой любимый 0743, то есть я ему не изменяю, он меня вполне устраивает. Напомню, что я наношу просто вот такими размазывающими действиями, движениями, правильно сказать, да, по верхнему веку обязательно верхнее веко, нижнее веко, не трогая зону роста ресниц. Объясняла, почему я не прихлопываю, то есть пока размазывается крем, я его размазываю, наношу в небольшом количестве, обязательно добавляю ко внутреннему уголку глаз, то есть я рассказывала в первом ролике, насколько это потрясающий крем, мой любимчик, он с выраженными омолаживающими свойствами, и лифтинг эффект оказывает, и убирает темные круги, отеки, и не прихлопывая, потому что смотрите, если, хотя текстура этого крема достаточно тонкая, но если у вас кремы взрослые такие, достаточно, да, с омолаживающим эффектом, особенно лифтинговый, это плотный по текстуре, когда вы начинаете прихлопывать, у вас кожа приподнимается за пальцами, то есть таким образом мы ее растягиваем, поэтому я этих телодвижений не делаю, я просто вот так вот разнесла, если у меня по стечении 7-10 минут крем останется, я просто-напросто промокну его бумажной салфеткой. Ну и теперь мы приступаем к лечению, сегодня мы использовать будем новый крем, ну как он у меня не новый, вот видно, да, использованы, это крем под номером 1629, крем капилляропротектор, то есть защита капилляров для чувствительной кожи, тоже потрясающе, просто волшебный, сказочный крем для аллергической кожи, для очень чувствительной кожи, кожи с куперозом, то есть это универсально, это уже коллекция, под коллекцией эксперт фарма компании Фаберлик, скажем, косметический продукт, ну и я его все равно, здесь уже остатки мне, немножечко разбавлю с нашим кислородным бальзамом, потому что вот эта штучка лечебный продукт, и знаете, буду уже не наносить, как в прошлый раз, да, я вот бальзам кислородный именно на больные места, потом размазывала по всему лицу, я просто-напросто сейчас делаю смесь из кислородного бальзама и вот этого капиллярного крема, точнее крема капиллярозащитного, вот, для чувствительной кожи, поскольку его немного осталось у меня, я вот его буду жестоко выдавливать, пока выдавливаю, я вам расскажу про особенности вот этого крема 1629, очень роскошный крем, потрясающий крем, его задача основная, конечно, это защита нашей кожи, вот несмотря на то, что прописали капиллярозащита, да, и мы предполагаем, что это будет защита сосудов, в принципе, так оно и есть, но у этого крема, разработанная немцами, ну, разработкой Германии, так называемый комплекс церамидов, керамидов, как хотите так называйте, Eskai Influx, Eskai Influx, ну, если там, вот правильно, да, ну, я вот как бы дословно пишется, и вот этот вот комплекс церамидов, он восстанавливает вот ту самую защитную гидролипидную мальчу, еще раз напомню, что без защитной оболочки, без защитной функции нашей кожи, фактически не способна противостоять всевозможным патогенным агентам, это не только какие-то химические ингредиенты, которые могут вызывать такую аллергическую реакцию, это вирусы, это бактерии, и при такой раздраженной коже, она становится очень уязвима, и спустя какое-то время могут возникнуть, и даже гнойничковость, и так далее, и тому подобное, но еще раз, смотрите, хорошая защитная оболочка на коже, вот эта хорошая гидролипидная мантия, это гарантия того, что у вас кожа будет адекватно реагировать на все факторы, неприятные факторы внешней среды, ну, смотрите, я сделала смесь, вот такая она стала уже голубовата, потому что сам по себе крем, он беленький, и я небольшое количество опять вбиваю в более проблемные зоны, то есть, вот смотрите, там, где красненько, да, вот там, где кожа уязвлена, то есть я небольшое количество, вот буквально вбиваю, в проблемные зоны, и потом уже распределяю кремушек по всему лицу, по массажным линиям, легкими движениями, обязательно над верхней губой, обязательно заводим за ушки, сейчас будет наблюдаться легкое порозовение кожи, это нормальная, абсолютная реакция, то есть такое покраснение, как бы кажется, да, усиление, покраснение кожи, оно может наблюдаться в течение 15 минут, в ближайшее время, то есть это абсолютно нормальная, адекватная реакция, во-первых, у нас раздражена кожа, это само собой разумеющееся, да, потому любое прикосновение, вот сейчас даже не сколько реакция на крем, а сколько реакция на то, что я прикасаюсь к коже, она была абсолютно не защищена, поэтому будет легкое вот такое вот порозовение, это один момент, и второй момент, то, что, конечно, мы добавили бальзам-суперактив, который, ну, сразу, фактически, через несколько секунд, начинает воздействовать с рецепторами кожи и потом с сосудами, то есть вот такая вот порозовившая реакция, это абсолютно норм, смотрите, видно, что крем я нанесла, да, вот он такой видимый, скажем так, да, не скажу, что он жирный, он очень комфортный, быстро впитывается, съедается кожа, хотя в этом, в основе этого крема не только вот этот комплекс SK и Флакс, но и в основе гунжутное масло, которое само по себе потрясающе ухаживает за кожей, увлажняет и заживляет, скажем так, снимает аллергические реакции, плюс в этом креме витамин В5, но там целый комплекс витаминов, всевозможных уходных добавок, то есть и задача этого крема, напомню еще раз, крема капилляра протектора для чувствительной кожи, не только поухаживать за капиллярами, а этим будет заниматься экстракт гинкобилоба, эсцин экстракт конского каштана, то есть еще там травка есть, по-моему, зеленый чай, но тут не написано, но если мне память не изменяет зеленый чай, то есть экстракты растений, ну и вот этот комплекс SK и Флакс, он будет работать над тем, чтобы подлатать пробреши в нашей гидролепидной мантии, ну и восстановить защитную оболочку, потому после крема, буквально уже через несколько минут, ощущение просто потрясающее, вот это ощущение зуда, печенья, жжения, если хотите, но если вы ощущаете, вот эта работа этого крема, буквально за доли минут, за несколько минут, все это дело уходит, кожа успокаивается, и этот крем прекрасно защищает в течение нескольких часов, ну то есть вот смотрите, у меня сегодня дневной уход, можно было бы его ночью нанести, но я его в качестве дневного ухода использую, потому что кожа останется, ну просто защищенной, и смотрите, можно в принципе было вот это вот все оставить, все вполне достаточно, либо сам по себе крем 16-29, либо вот в таком миксе, вместе с бальзамом кислородом, как это сделаю я, но можно еще, если кожа у вас вот слезала, да, вот настолько она раздражена, и вам недостаточно, вот это вот, вот вы чувствуете, что все, вот кожа впитывает, да, и все, то есть не хватает еще, сделайте вот такое поверх крема спустя 10 минут напыление восстанавливающего активного спрея под номером 0256, ну сейчас я покажу, можно было выждать, но я просто-напросто покажу, то есть с расстояния, ну сколько там, 20-30 сантиметров, несколько раз пшикните себе в лицо, и дайте спрею возможность высохнуть естественным путем, то есть если вы чувствуете, что у вас есть определенные зоны сухости, вы можете добавить еще, именно в эти зоны, то есть что делает этот спрей, напомню, в его составе есть потрясающий, ну помимо кислородных дронов, есть потрясающий запатентованной швейцарской компанией фармакомплекс, который называется пентавентин, но мы его в составе читаем как сахариды из амираток, вот эти самые растительные ингредиенты, растительные, они сейчас работают как магниты, они с поверхностными клетками нашей кожи сейчас просто-напросто врастаются, и в течение трех суток нам гарантировано увлажнение, как снаружи кожи, так и изнутри, то есть снаружи будет получаться, что влагоудерживающая функция кожи приходит в норму, и лишняя влага не испаряется, это один момент, и второй момент, то что, ну поскольку вот эти вот сахариды из амират, спаиваются с кожи, да, то коже не надо тратить лишних ресурсов на то, чтобы удерживать, да, как-то компенсировать недостаток влаги с поверхности, ну и может быть будет заметно, когда вы проходитесь этим спреем по лицу, наверное, все-таки камера это не передает, вот буквально наступает сиюминутный, облегчающий такой эффект, и кожа начинает успокаиваться буквально на глазах, вот если бы я просто тупо вот так вот посидела перед камерой, минут 5-10, вы бы увидели, что кожа вот это покраснее, начинает чуть ли не голубым по группам уходить, ну то есть, действительно можно подобрать для себя тот вариант ухода, если у вас даже очень кожа бурно реагирует, очень-очень чувствительно, очень раздраженно, то есть вариантов на самом деле масса, ну и в следующих роликах я покажу еще несколько вариантов ухода за чувствительное, за аллергическое, за кожу скульпиозой с помощью продукции Файберлик, так что не пропустите, но я в принципе покажусь еще минут через 5-10, да, чтобы вы видели, как кожа начинает потихонечку успокаивать, ну вот, смотрите, прошло буквально 5 минут, то есть я не стала дольше, потому что сейчас уже нужно заниматься какими-то делами, я надеюсь, что все-таки будет заметно, что кожа успокаивается, да, от вот этого явления красноты избавиться невозможно будет в течение еще ближайших нескольких дней, вот такая у нас кожа, ну в хорошем смысле люблю ее, но она такая вот западлистая, да, если была аллергическая реакция, то вот эти проявления достаточно сложно опирать, но тем не менее кожа успокаивается, что главное сейчас произошло для меня, происходит для меня, это то, что уменьшается, меняется чувствительность кожи, и если раньше все мои мысли были тем, что я кожу ощущала, иногда она болела, вот просто буквально болела, иногда зудила, иногда, ну, пекла, особенно, когда ты притрагивался, особенно, вот, когда тебе дозудит, тебе такое желание быстро почесать, быстро почесать, то сейчас я себя ловлю на мысль о том, что у меня действительно мысли переключаются в другую сторону, то есть я там думаю о работе, еще о чем-то, и так далее, и тому подобное, то есть нету такого стопроцентного направления мысли, вот как же, что о ее лице, и так далее, и тому подобное, то есть уходят болевые ощущения, неприятные, болезненные ощущения кожи, с краснотой мы справимся, уже через час можно будет нанести макияж, абсолютно, да, и вот это все безобразие будет незаметно, но мне сейчас еще главное, что вот этот вот крем, 1629, крем капилляропротекторный, да, для чувствительной кожи, он будет являться такой еще защитной оболочкой между макияжем и кожей, то есть смотрите, кожа больна, чего греха таить, но макияж, даже какой бы он ни был щадящий, это все-таки небольшая агрессия, да, ему, во-первых, нужно держаться на нашей коже, у него свои функции, задачи, и так далее, и тому подобное, но вот если кожа больная, хотелось поставить в покое, тут макияж будет, поэтому еще крем 1629 будет нести такую защитную прослойку между макияжем и моей кожей, то есть кожа пролечивается, кожа успокаивается, кожа будет очень комфортно, но при этом макияж будет, то есть абсолютно держаться, никаких проблем не будет, так что это главное, на самом деле, это главное, ну а дальше я вам еще покажу несколько вариантов ухода за такой кожей, аллергической, за кожей очень чувствительной, за кожей с куперозом, за кожей, которая бурно реагирует на природу, погоду и так далее, и тому подобное, в общем-то, все это дело покажу в следующих ролях, так что до свидания, надеюсь, сегодняшний мой такой рецепт тоже поможет некоторым женщинам. если такnee, похоже в печать,